Здравствуйте, вы смотрите репортерский отряд Ньюза номером 70. Это почти как 69, ну плюс один еще. Страшную весть принес я вам, дорогие саратовцы. Зовите детей. Олег Васильевич-то наш, а? Он возле входа в зал заседания областной думы стоял. Все шутил, смеялся, говорил, камеру мне дайте, микрофон дайте. Разговаривал, весел был, как обычно. И тут вдруг штатив поехал и шибануло нашего Олега Васильевича. Шибануло. Все. Все. Вася! Все. 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 Теперь так и останется. О согласии. Один глаз в Саратов будет смотреть, а другой в Москву. На самом деле, вот на этом уровне, проработав долгое время, есть понимание того, что на этом уровне решить те проблемы, которые нас окружают и с которыми мы живем в городе, их невозможно. Конечно, нужен другой уровень. Нужен уровень федеральный. Это, скорее всего, депутат Государственной Думы, с которым можно уже выступать на других площадках и бороться за муниципалитет и за регион. Есть опыт, есть знания, есть желание это делать. Если избиратели примут решение и поддержат меня в этом начинании, то я готов поработать еще на город и на регион. Все. Потому что понимание того, что нужно делать, у меня есть полностью. То есть вы будете бороться именно за мандатами? Совершенно верно. В одномандатах? Совершенно верно. Знаете, мы потом подробнее об этом поговорим. А вот сейчас я хочу сказать, что я верю в него. Верю. Вот он так приедет к ним туда, в Москву, так вот стукнет кулаком по столу по их думскому и скажет, да что ж вы творите тут, гады, а? Да что ж вы делаете на протяжении стольких лет, а? Да вы совсем о людях забыли. Вы только и знаете, что карманы себе набивать, улыбаться и за всякую геополитическую обстановку в мире разговаривать. Что мне, самому что ли нужно было к вам сюда ехать, а? А вы должны послабление народу дать. Где эти деньги? Где бюджет? Пересматривайте бюджетные отношения, чтобы в муниципалитеты все шло, чтобы в регионы все шло, чтобы люди наконец вдохнули свободно, наши саратовские и все остальные российские, чтобы нам было на дороге, чтобы нам было на больнице, чтобы нам было на ветхоаварийное жилье, чтобы нам было на водоканал, чтобы нам было на отопление. Сделает он это. Сделает. Ну, они так все испугаются, скажут, что ты, что ты, Олег Васильевич, дорогой мой, не ругай, не злись, пожалуйста, ты научи как, а мы переймем, и он их научит, научит. Верю я в это, верю. Валерий Сараев, да кто же не знает Валерия Сараева, да все знают дорогого Валерия Сараева. Раньше он работал зампредом правительства, то есть заместителем председателя правительства Саратовской области, на улице Московская, в доме номер 72. А теперь он работает в администрации города Саратова, на улице Первомайская. Уже несколько дней. Вначале они его поставили на должность исполняющего обязанности заместителя, председателя городской администрации по экономике. Я как узнал об этом, так сразу подумал. Да что же вы творите-то такое, а? Да ум-то у вас есть-то, а? Вы зачем Валерия Сараева посадили на должность заместителя главы администрации по экономике? Он вам вообще кто? Он что, ботаник, что ли, какой-то? Заумный, что ли, какой-то? Он, в отличие от вас, в университетах штаны не просиживал, графики и диаграммы дурацкие не рисовал, нет. Он всегда был на самой передовой, на самом фронте работ, он всегда был с людьми, с землей, со стихией. Он мужчина серьезный. Вы ему тигров подаваете, львов, этих самых, как их, леопардов. А диаграммы и графики ваши, чертовы, пускай ботаники рисуют и заумники какие-нибудь, а не он. Ну, они там одумались, перестали эту комедию ломать. И с 1 декабря Валерий Сараев у нас, исполняющий обязанности главы администрации города Саратова. Вы, конечно, спросите, а куда делся Александр Григорьевич Буренин, который у нас до этого вроде как был главой администрации города Саратова? Вы хитрые, вас так просто не проведешь. Тут дело такое. Действительно, Александр Григорьевич был главой администрации города Саратова и находился в отпуске. Ему звонили примерно две недели назад, потому что слухи такие пошли, что он уходит куда-то. Ему звонили наши журналисты и спросили, действительно ли ты уходишь, Александр Григорьевич? Он говорит, нет, нет, что вы, это просто слухи какие-то. Ну, все успокоились, думают, ну, выйдет человек из отпуска и приступит к работе. А тут, значит, Сараев определяют на должность главы администрации. Ну, Буренин-то узнает об этом и думает, да что такое, как такое может быть? Другой человек на его месте бы шум поднял, крик, скандалить бы начал. Начал бы звонить губернатору, начал бы звонить президенту, в Государственную Думу, в Следственный Комитет. Пошел бы, как без меня, без моего ведома. Я был в отпуске, отдыхал, можно сказать, а тут пришел какой-то Сараев и теперь занял мое место. Но Александр Григорьевич не такой, он не скандальный человек. Он человек тихий, простой, разумный. Он просто позвонил Валерию Сараеву и сказал, Валер, слушай, ну, раз ты на моем месте работаешь, а можно я пойду на твое место работать, в заместительный председатель правительства Саратской области? Я за него не держусь, иди, пожалуйста. Вот как все ловко устроилось, без шума, пыли и скандалов. Мы же нормальная область Саратская, мы же не какая-нибудь там, которая трезвонит на всю страну. Я надеюсь, что они впредь будут так работать по взаимосогласию. Ну, мало каких случаев в жизни бывает. Ну, может, я не знаю, там, может, и женщинами так... Ну, нет, нет, это просто, это уже ерунда, это все факультатив, это все не относится к... Хотя, черт ее знает, ну, может быть, там, в Александре куда-нибудь уедет, а Александр Бурин скажет, что можно я вот пока у тебя там поживу, там, а скажет, а можно я у тебя? Ну, не знаю, не буду я загадывать, не буду думать об этом, это они, пускай, сами решают. В общем, поздравляю вас, дорогие саратовцы. Олег Васильевич у нас уезжает в Государственную Думу, не скоро, но уезжает. Валерий Сараев, у нас теперь глава администрации, а Александр Бурин у нас теперь зампред правительства. Здорово, как все мы мечтали. Идем дальше. Страшную весть принес я вам. Зовите детей. Хотя нет, детей не надо, это уже было, нет, нет, нет. Хотя дети здесь, ключевые участники. В общем, так. Директор третьей гимназии Татьяна Геннадия Райкова делала доклад в областной думе при каком-то там общественном совете, или общественный совет при областной думе, ну, неважно. И, помимо прочего, она сказала о том, что ученики ее школы хотят собирать деньги на военный бомбардировщик взамен того, что сбили в Сирии. Проходить все это будет в рамках некого проекта «Судьба и Родина едины». И вот дети хотят собрать со всех неравнодушных граждан средства, чтобы построили этот самолет, чтобы он полетел в Сирию, и чтобы там, как бы, сейчас зачитаю, чтобы страх парализовал террористов, которые бы увидели самолет с красной звездой, созданный на личные средства мирных россиян. Ну, может быть, она террористов с белогвардейцами перепутала немножко, но неважно. И все присутствующие там, в думе этой, сказали «Ура! Ура! Хорошо! Здорово! Так и надо! Чтобы дети вот собрали деньги, как вот войну это было! И чтобы они, он по собрали, полетел туда и воевал там!» Об этом написали все средства массовой информации. Средства массовой информации Саратова, области, страны. И, может быть, Татьяна Ракова уже в эту самую минуту думала, вернее, видела себя и мечтала, и видела о том, как она стоит в Георгиевском зале в городе Москва. И президент Российской Федерации Владимир Путин вешает ей на грудь какой-нибудь орден заслуги перед Отечеством, первой или четвертой степени, я не знаю, какой из них главней. И все смотрят на нее и говорят «Смотрите, смотрите, это та женщина, она самая, это директор школы из города Саратова, она стала символом борьбы с терроризмом, она ее дети». И все бы ничего, но тут один из таратовских родителей по имени Араик Арзуманян, чей ребенок должен был идти в эту школу, и он думал, что он про эту школу, узнал об этом, а сам он преподаватель английского языка, и когда вот он об этом узнал, он сказал «inch», что на английском значит «what», а что по-русски значит «что», и написал большое открытое письмо у себя в Фейсбуке. Смысл письма сводился к тому, соображает ли Татьяна Райкова, что она делает, когда втягивает детей в борьбу с террористами. То есть, если дети намечают своими целями террористов, то, пардон, а кого же наметят своими целями террористы? Что тут началось? У Араика Арзуманяна на странице полторы тысячи лайков, больше, чем у певицы Шер иногда, знаете ли, сотни комментариев в его поддержку. Он собрался идти в прокуратуру, он собрался идти в следственный комитет, на радио, в газеты, на телевидение, чтобы директора как следует проверили и вообще разъяснили эту странную работу и странное понимание патриотизма. Но тут директор очнулась и сказала, что «нет, нет, это не она, это дети сами все придумали, она здесь вообще ни при чем, не нужен никакой орден, не нужен никакой георгиевский зал, не нужен такой прием в Кремле». Администрация Саратова распространила текст от ее имени. Вот именно они, дети, выступили с инициативой поддержать таким образом военных, объединить всех неравнодушных россиян. О подобных, как сейчас принято говорить, благотворительных акциях ребята могли узнать не только на уроках истории, но и во время экскурсии в областной музей «Краевидение», где им рассказывали о вкладе в победу Великой Отечественной войны Ферапонта Головатова. Он на собственные деньги построил самолет для борьбы с фашистами. Фу, что там еще делал Ферапонт Головатый? Не знаю. Но вот в чем дело. Понимаете, Татьяна Геннадовна, у детей, особенно у мальчишек, у них могут быть совершенно разные инициативы. А может у них еще какой-нибудь проект Голубев возник. Вот когда я помню, сам был тоже маленьким, у нас была мечта, и у нас был такой проект в шестом, в пятом классе, например, как женская баня. Мы хотели побывать в женской бане. Мы были разные. Мы были отличник, как я, например. Потом двоечники были, троечники были, четверочники были. Но женская баня нас всех уравнивала. Мы хотели всем классом как-нибудь, ну, мальчишки, всего класса пойти и посмотреть, как там все происходит. Вы представляете, если бы мы к вам пришли и сказали, хотим сходить в женскую баню, пожалуйста, сводите нас, Татьяна Геннадьевна. А вы бы пошли после этого в областной думе и сказали, вот, в рамках проекта «Судьба и Родина Едина» наш класс сегодня отправляется в женскую баню. Нет. Еще раз говорю, вы бы им все объяснили, что не надо ходить в женскую баню, что рано вам еще ходить в женскую баню. Точно так же, как рано заниматься террористами. И точно так же, как рано собирать деньги на всякие военные самолеты. Вот вырастите и будете вы сражаться и с террористами, и с кем хотите. А пока учитесь хорошо, занимайтесь, радуйте маму и папу. Понимаете, да? Ведь в противном случае можно же и вместо вас кошку посадить директором, да? А кошка, она вообще как женщина приласкала, и она твоя. Надеюсь, что вы это поняли. Дорогие друзья, я хочу всем сказать о том, что дети собирать деньги не будут. Они не будут просить своих родителей, они не будут просить других школьников собирать деньги на военную технику. Потому что дети и война – это несовместимо. И на этом мы прощаемся с вами. Напоминаем, что репортерский отряд не несет никакой ответственности за все сказанное в программе. А у женской бани Татьяны Геннадьевны я так и не побывал. Может, сходим как-нибудь? Зачем ты ее тогда? А у женской бани Татьяны Геннадьевны я так и не побывал. 20 лет уж как мечтаю. Пока.